итак новый день новые приключения оторвало колецо от прицепа с диском причем еще сегодня поменял фару сегодня везде не стою на трекстопе не просто меняется в следующий раз покажу нужно снимать кожух там четыре болта откручивать снимать полностью эту решетку два болта снимать фару еще там здесь вот еще отщелкивать короче не просто все это делается дождь рам 3500 heavy duty куменс turbo дизель мощная машинка крепление вот такой вот трейлера идет как на больших прицеп вся от хитов как больших траков это идет 24 23 метра случилась неприятность у меня лопнуло колесо вырвало диск вот такая вот ситуация ночью не заметил видимо спустила пропнул его разорвало на на второе колесо потому что здесь два колеса видите не знаю как так машина абсолютно не меняла свою траекторию движения и в итоге осталось она на дисках и вырвало диски вырвало полностью диски вот видно такая вот неприятность это очень плохо потому что пришлось видите машин нету пришлось согнать машины сегодня воскресенье ничего не работает и завтра с утра придется ехать 40 миль город где не смогут проверить вообще что там произошло просто нужно выведите как-то шурупы болты эти вот и ставить новые колеса вот так вот бывает напишите было ли у вас такое у меня первый раз такое в жизни все бывает в первый раз слава богу что все хорошо ничего не перевернулось это все делается очень интересно на этих трек стопах в разных штатах в зависимости от местности есть полка сувенирами здесь как раз вот есть road 66 знаменитая дорога кружки брелки можно прикупиться не в мексико сувениры кто знает road 66 что разбирают в общем эту штуку в общем меняет мне колеса наконец-то дождался ждал полтора часа что-то очень долго здесь диском таяр здесь в альбукерке привезли короче его за диски два диска двойные потому что колеса поставят два диска ну и поставят колеса на эти диски в общем такая ситуация здесь тоже поменяют в итоге вся эта ситуация не знаю напишите в комментариях уважаемые зрители подписчики кого-то бывало такое на трейлере что вы не замечали как у вас спустило колесо ночью потому что это было и как бы естественно трак гудит ничего не слышно задние окна естественно не видно ночью ничего но ничего не чувствуется потому что две оси как бы трак едет на одной оси спокойно а так как он был загружен то соответственно когда колесо спустила но порвалось видим порвало второе колесо и уже в общем оказалось на дисках все и вырвало диски короче в итоге и это все не было заметно я ехал вот таким таким образом это все было очень низко это штука по асфальту билась и тоже повредилась в итоге пришлось полностью ее поменять это в общем стало в кругленькую сумму то есть ее полностью новую поставили сработает 1200 долларов обошлось экстренном порядке и плюс 4 колеса с двумя дисками с работы еще 800 долларов в общем на 2000 долларов такая ситуация мне вышла хотя с другой стороны диски вот эти вот точнее эти колеса они уже видите достаточно плохом состоянии находятся вот это вот новые колеса которые были поставлены где-то 15 дней назад вот 15000 назад точнее испорченные временем но их тоже уже скоро нужно было менять то есть в принципе по колесам более-менее но также были куплены экстренно поэтому вышли подороже чем через через интернет 86 долларов колесо веселая у меня поездка короче на трак купил новые колеса здесь стерлось одно колесо и два колеса не пришлось купить бушные потому что такие они очень дорогие на трейлер 200 баксов стоит 200 баксов в смысле не на трейлере на трак пил бы лучше но пока чтобы доехать хотя бы потом уже там через интернет подешевле заказать но одно колесо лопнуло вот такой хлопок сразу почувствовал конечно здесь почувствуешь а на трейлере блин если там хлопнет колесо ты не почувствуешь нифига ничего не почувствуешь и далеко здесь как бы и такой чик и а там ничего не чувствовалось и мехико северный мехико такая вот погодка дождь со снегом плюсовая температура до этого был снег до калифорнии осталось 400 миль природа красивая одни ели сосны это север и нью мексико к подъезду к оризоне оказывается здесь вот такая природа огромное количество деревьев и причем лес такой вот там прозрачный кроме ели здесь лесу нет ничего ну и немножко гористая местность в аюте скалы рядом с сороковым хайвеем который тянется от одного бережа к другому там проходит шесть шестая трасса историческая тоже которая тянулся от одного бережа к другому вдоль нее очень много исторических разных мест старые небольшие городки заводы там магазинчики всякие шапы и так далее вот здесь этих городов тоже на этой трассе среди гор там находится красивая тут природа это аризона такие здесь интересные горы такая красота здесь подъезжаем к Лос-Анджелесу по сороковой по сороковому хайвею я сначала думал что это что-то горит а оказывается это облака мы в облаках едем представляете первый раз в жизни еду в облаках это не туман это реально облака потому что сейчас мы будем спускаться вниз очень долго к морю это как раз таки облака поднялись наверхушку до сих пор еще поднимаемся и сейчас начнем начнем спускаться все вышли из облаков они вверху остались только что были в облаках ну вот он Лос-Анджелес и там океан тихий океан вокруг Лос-Анджелеса очень много городков он как бы такой как будто как один город но на самом деле сам Лос-Анджелес находится около моря около океана он виднеется вдалеке downtown сделал доставку в Лос-Анджелес что-то китайских районов здесь много этот вен короче я китайцам тоже отвелся на какую-то крупную компанию китайцы работают здесь в Лос-Анджелесе много китайцев живет сейчас Мерседес тоже китайцам автосалон небольшой и и и и Продолжение следует...